всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут су вы на моем канале вязание если вам интересно эта тема если вам интересно вязание игрушек здесь у меня даже на канале я показываю то что связала спицами ну в основном это игрушки конечно но спицами вещи тоже иногда появляются потому что я крючком в основном вижу игрушки а вещи для себя и какие-то аксессуары виде шапок шарфов и другой такой всякой одежды которую можно носить я в основном вижу спицами поэтому если вам интересна эта тема то обязательно подписывайтесь а если вы уже подписаны то спасибо вам огромное что вновь возвращаетесь к моим видео смотрите комментируете лайки мне очень очень приятно от вас все это получать сегодня я хотела вам рассказать о покупках пряжи но просто показывать пряжу я думаю никому не интересно кому-то может и интересно но снимать видео руки с пряжей я думаю как-то неинтересно смотреть поэтому я решила появиться кадры сегодня и показать еще плюс вдобавок да к тому к пряже хочу вам показать что я сейчас вижу и первое что я хочу наверное с чего я начну это я покажу вот таких вот зайцев вы их уже наверняка видели в моих видео предыдущих это очень такие милые зайцы кругляшки и называли вот так вот они выглядят очень классные зайки они мне очень нравятся не знаю я просто в восторге от них они очень милые такие кругленькие пушу такие пухленькие я их связала буквально вчера вечером мне осталось сделать придумать придумать какие-нибудь аксессуары то ли повязки на голову то ли что в общем мне кажется что они чуть чуть не доделаны и буду думать что же с ними делать я даже еще их да не закончила не фотографировала вот вам показываю вы видите их первыми хотя точно точно такие же точно точно в таких же цветах вы наверняка видели в предыдущих видео если не видели то обязательно переходите смотрите видео предыдущих готовых работах вот такие вот два за 2 зайки они связаны по моему мастер-классу которые есть у меня формате pdf мастер-класс платный если вы хотите связать себе таких заек то обязательно пишите мне в инстаграм и приобретайте мастер-классы мастер-класс у меня уже брали но еще я не видела ни одной готовой работы так что если вы приобретали мастер-класс то обязательно поделитесь где-нибудь удобнее наверное всего будет сделать это в инстаграме мне очень интересно что у вас там получается вот а если вы не приобретали мастер-класс то приобретайте и будьте будьте обладателями таких зайцев извините пожалуйста у меня здесь что-то напала на кота он бегает туда-сюда и я бы и боюсь что он снесет мне камеру в общем еще один процесс это вот так вот он выглядит это будущий джемпер здесь конечно непонятно что тут как тут в общем это будущий джемпер я его вижу снизу здесь резинка в два цвета он будет вот этот белый он такой не совсем белый такой более цвета ближе к молочному а вот этот голубой он такой серо-голубой я бы сказала переход цвета я решила вот так вот сделать изнаночными рядами где-то я не помню то ли в инстаграме то ли в пинтересте я это я видела джемпер тоже связанные вот так вот в полоску и переходы цвета да именно были сделаны вот так вот изнаночными рядами мне очень понравилась эта идея и я решила ее как сказать повторить здесь резинка другим цветом и я еще планирую резинку на манжетах тоже сделать голубым и горловину вот здесь да тоже резинку сделать голубым цветом а кроме вот этих вот полосок вот остальная вот эта часть будет я так думаю что вот этого основного белого цвета вот так вот но на рукавах я еще не знаю стоит ли делать вот эти полоски пока еще не решила что с этим делать вяжется он у меня снизу и вот здесь вот я уже разделила на перед и спинку но у меня спинка на этих же спицах я просто провязываю перед это джемпер будет сшивной на плечах скос плеча будет и получается рукава будут вывязываться вот вот а чудо в общем не знаю как как это называется не вшивной и не втачной в общем рукав будет вывязываться вот ну вот отсюда в общем вы поняли в эту сторону вниз скорее всего это будет так спицы спицы здесь три с половиной я вяжу в две нити из пряжи сейчас я вам покажу это вот такая пряжа бобинная итальянская это полу шерсть gtb артикул динамо здесь 100 граммах 650 метров это 50 процентов шерсть 50 процентов акрил для меня нормально я уже давно это пряжу приобретала и знаю о ней ну покупала я ее вот эту бобину давно но ничего из нее не вязала мне девочки рекомендовали что хорошая пряжа что она не садится что отлично себя ведет в носке ну в общем я решила связать для себя джемпер вот на такой он стадии я кстати говоря помните я вам показывала вот такой вот блокнот блокнот для визуальных проектов я его начала вести него очень подарила моя хорошая знакомая и я решила с этого года так как этот проект самый первый решила заполнять заполнять все вот эти вот данные записывать что где набирала сколько ход работы здесь записывать думаю это пригодится если когда-нибудь мне нужно будет связать такой же джемпер да или даже просто в будущем у меня появится это пряжа и я буду знать что с ней делать на каких спицах я ее вязала какова у меня была плотность то потом в последующем можно будет повторить какую-то новую вещь дать этой пряжи посмотрим как она поведет себя после стирки посмотрим как она будет смотреться в носке джемпер я начала вязать 4 января я даже вот записала в этом блокноте прошло две недели за эти две недели конечно можно было закончить но как видите он еще на стадии вывязывания переда в общем много еще работы но я его вижу в перерывах между игрушками поэтому поэтому не так страшно это все вот если вы смотрели видео об итогах и планах то я хочу в этом году очень очень много вязать вот посмотрите обязательно это видео тоже оставлю вам здесь ссылку и что еще я вам хотела показать я вам хотела показать море море пряжи ее очень много у меня было два целых больших пакета я недавно сходила в магазин пряжи купила много много пряжи если вы смотрите смотрели видео об итогах и планах то вы знаете зачем это конечно же это для моего такого большого плана для магазина найти в общем что я взяла я взяла свою любимую пряжу вот такую извините если я сильно буду шуршать но не охота доставать из упаковки она здесь 10 штук она запакованная это я на джинс мой любимый я из него в основном вижу все свои игрушки так этот цвет 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 001 вот вот таких вот зайцев я вижу вот именно вот этот цвет 01 вот так же я вяжу зайцев с длинными хочу связать ушами заек тоже затопляж но в общем это такой белый цвет который мне нравится я вязала из белоснежно-белого но тот цвет мне не очень понравился вот этот меня вполне устраивает так это вот первый цвет следующий цвет это вот такой вот цвет тоже я на джинс так цвет номер 05 он подходит для вязания тела кукла я уже не раз тоже вязала тоже очень классный цвет вот именно для кукол мне кажется вот этот цвет для тела лица там очень очень хорош именно вот этот цвет далее у меня цвет номер 20 вот такой темно-розовый цвет это вот этот вот цвет на платье то есть платье связано из этого цвета очень тоже красивые мне нравится я еще хотела розовый цвет номер 36 я из него вязала тоже недавно хрюшу вязала хрюшу но этого цвета к сожалению не было нужно искать его где-то в другом месте тоже очень красивый 36 цвет мне тоже нравится так следующий цвет это вот такой 07 очень мне тоже понравился этот цвет я раньше из него не вязала такой светло-коричневый такой светло-коричневый вообще классный я планирую из него связать мишек вот такой цвет очень красивый следующий цвет 19 я его покупаю уже не в первый раз это такой сиреневый цвет тоже очень классный мне тоже нравится я его ну собираюсь использовать ну собираюсь использовать именно в одежде для игрушек следующий цвет это вот такой 66 не знаю не знаю зачем я его схватила он мне очень понравился такой цвет очень красивый бордо такое думаю тоже для именно для одежды игрушек подойдет классный цвет так какой у меня тут еще есть вот этот цвет 40 цвет 40 я из него вязала вязала мишек и вязала волосы для кукол хороший такой темно-коричневый цвет тоже мне нравится я его уже ранее использовала тоже его взяла штуки 2-3 следующий цвет это вот такой цвет 46 вот такой классный цвет я из него планирую вязать мышек заметила смотрите узелок блин не люблю когда есть узелки потому что нужно прерываться отрезать заново внутри завязывать ну ладно что-нибудь да будет с этим узелком прямо он торчит смотка и это не очень красиво вот такие еще два цвета вот такой и вот такой этот цвет номер 81 а этот цвет номер 79 тоже очень классные цвета вот этот я тоже буду пробовать первый раз раньше я его не пробовала а вот этот цвет это 79 вот на зайки на платье тоже очень классный такой мятный цвет мне очень нравится по джинсу по-моему это все это это все цвета да и следующая пряжа это что это тут размоталась а ализы софти вы все ее наверняка знаете уже видели и слышали о ней такая очень пушистая классная пряжа это цвет номер 617 617 не знаю взяла для тоже будут наверное мишки зайцы не знаю посмотрим что это будет пока еще не решила но цвет очень очень хороший и классные следующая пряжа тоже софте цвет номер 62 очень классный такой молочный молочный цвет тоже мне нравится следующая пряжа это я взяла хималайя долфин бэби цвет номер 803 02 желтый цвет я его взяла для цыплят у меня на канале есть мастер-класс по цыплятам и я хочу связать маленьких цыплят вот такой цвет и последние на сегодня это я взяла вот такую пряжу пихорка детская новинка я вообще очень ну очень редко вяжу из акрила не знаю мне не нравится весь акрил который я пробовала мне вообще не нравится он скрипит вязать из него было не так приятно но взяла вот эту пряжу я знаю что многие из нее вяжут не знаю буду пробовать раньше раньше не пробовала первый раз цвета 12 желток и 01 белый взяла их я я не буду из них вязать наверное игрушки я из них буду вязать какие-то аксессуары например я частенько использую для игрушек аксессуар в виде шарфика поэтому мне нужна пряжа и я решила попробовать взять акрил для таких целей посмотрим что из этого выйдет пока еще пока еще даже не знаю в какой именно игрушки это будет что это будет возможно это будут шарфики возможно это будут шапочки пока еще не решила вот вот в основном я всегда вяжу одежду да сразу на игрушки да просто цвет меняя отдельно отдельно вещи там платье кофты какие-то не знаю штаны отдельно я не вижу поэтому не знаю буду смотреть нужно пробовать пробовать и еще раз пробовать чтобы в итоге получить какой-то красивый результат это 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 вся пряжа ее очень много я просто показала вам по мотку каждого цвета на самом деле там например вот этого цвета у меня пять мотков другого цвета 4 3 мотка в общем это вышло там два больших больших пакета еще я по дороге зашла фикс прайс и купила вот такую штучку не знаю она мне приглянулась я ее буду использовать в качестве в качестве декора для фотографии я вот в последнее время начала что-то такое покупать какую-то мелочь именно чтобы фотографировать игрушки чтобы это красиво было выглядело то есть делать качественные снимки так скажем игрушек вот и еще я взяла вот такую фоторамку и здесь будет необычная фотография да как мы все привыкли здесь скорее всего будет какая-то картинка чего-нибудь не знаю пока еще не решила чего тоже будет на стене да например если я сфотографирую фотографирую игрушки то вот это рамка с картиной какой-нибудь здесь будет на заднем плане в общем ну мои планы таковы я думаю что это очень классно будет смотреться именно на фото вот у меня очень очень мало аксессуаров именно для фотографий я знаю что у некоторых там целые корзины всяких мелочей для фото вот и я решил тоже покупать такие мелочи чтобы использовать их для фотографий потому что просто поставить игрушку где-нибудь это с хорошим освещением это в принципе окей это нормально но когда есть дополнительные какие-то вещи которые создают фотографии такой красивый фон до создают какой-то уют и это очень классно выглядеть я потому что насмотрелось много фотографий с красивыми аксессуарами возле игрушек и мне это очень понравилось я тоже решила такие мелочи для фото тоже покупать ну это все что я вам показала мне не хотелось снимать видео руки в кадре и пряжа а так я вам в болтологическом таком ключе все рассказала и показала это думаю намного интереснее вот чем просто показывать пряжу которую уже все знают да которую все уже миллион раз видели но вот сегодня пока хотела вам показать покупки что я купила что я планирую в общем это все что я вам хотела сегодня рассказать спасибо что досмотрели до конца мне очень приятно ставьте лайк если вам понравилось видео обязательно подписывайтесь на канал потому что планируется много чего нового обязательно будут мастер-классы и платные и бесплатные на канале как и раньше в общем есть я вам оставлю ссылку на плейлист с мастер-классами по игрушкам отдельно переходите вяжите мне присылают очень много фотографий просто классные замечательные игрушки все вяжут мне очень нравится также у меня в инстаграме я его подпишу где-нибудь вы можете приобретать платные мастер-классы в инстаграме более лайф информация каждый день вы можете подписывается и смотреть меня там там я появляюсь чаще чем здесь на ютюбе вот и это все всем спасибо еще раз за просмотр пока пока увидимся в новых видео